Я не Костиной. Я не Костиной, не дорожу. Седьмым сезоном я еще не виделась. Вот увидимся с Аминой. Возможно, мы будем очень хорошо движеть. И с Лерой. А с ума и мне щепот. Я живу в том мире, ребята, где я центр вселенной. Где я решаю, кто мне важен, а кто мне нет. И где я сама себя сужу, анализирую. Что это такое? Идеально. Танюшенька, привет, солнце. Спасибо. Таня, привет, спасибо большое. Как раз я тебя говорил. Я люблю тебя. Привет. Все, мы, походу, все объясним, пожалуйста. Не, не будем смотреть. Таня, у нас сейчас может съесть телефон, потому что у меня было 11%. Что? Скажу. Ты красивей. Я поняла. Таня, вообще, знаешь, я тебя люблю, Танюшка. Вы милоскоп. Не висните. Мы не висним. Типа, у меня просто 11%. Возможно, из-за зарядки сейчас телефон вообще выключится. Ты хочешь картошку приколеть? Креветка еще одна осталась. Привет. Я хочу качик. Хочешь креветку? Люди, у вас у всех была такая ситуация, когда ты уже не хочешь есть, но ты понимаешь, что там еще что-то есть. Ты такой, блин, блин. Придется доееть. Танюшка, ты же сама все знаешь. В телеге сказали за общение, а вы еще и кружачки отправляли мне. Да мы поняли, но это же не значит, что мы с тобой каждый день будем общаться, каждую секунду. А что Лариса говорила про вас? Мы с тобой уже обсуждали, почему мы не можем быть вместе. Ну у нас будет вроде такой один эфир, я была на улице. Помнишь? Да нет, знаете сколько раз мы решали с Ларисой, что мы чисто просто друзья. Ну раза два точно, а нет три даже, вот даже давно это было. Мы столько раз решали, что мы просто друзья, потом как поняли, что мы вообще нихуя не друзья, только... Не, мы друзья, да, но теперь у нас еще есть... ЛПСН, ЛПСН ЛПСН Скажи мне И что? Много пачалата? Много пачалата? Много пачалата? Не жоль. Слушай, да. Там остался на заречку. Ну и надо поесть. Не надо. Ты знаешь, что надо. Лариса, возможно ли ты каждый раз можешь любиться в парня? Да. Любой человек может влюбиться в любого человека. В парня. Ну, так хочу сказать. Любой человек может влюбиться в парня? Я один раз влюбила парня. Аня знает об этом. И первый раз люблю девушку. Это Аня. Так что получается, что я могу влюбиться в парню. Это я, блядь. Вы поняли? Кого-то из вас любила Лариса? Кого-то. Покажите хоть одного человека, блядь, из девчанок, кого любила Лариса. Никого, блядь. Я первый. И получается, да, я могу влюбиться в парня и в девушку. Пошли бухать. Нет, ребят. У вас были отношения с парнями у меня? Да, у Ани нет. А Люси не будет. Таня хотел, чтобы они были. Нет, Таня не бедный. Таня очень хороший парень. А, помнишь я с ним Рамсила? Нет. Мы же так с ним разговаривали, говорю, да. А, да, да. Таня Кашевина. Что Таня Кашевина? Ты была люблена? Я ни разу даже не сказала, что я любила влюблена в нее или люблю. Я ни разу в жизни такого ей не говорила. Таня Кашевина. А что же там он такая, когда в тебя один 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 один? В меня? В то вы что? Успокойся. Я могу ответить на этот вопрос. Ты можешь все, ты знаешь. Короче, есть такой момент. Аня, она делает абсолютно все по отношению к девушке. Как парень. Вот как лучший парень. Только она еще и выглядит потрясающе красиво, как девушка. Ну, типа я просто. Знаете, в голове такой возникает диссонанс. Тогда реально посмотрите на нем. Возможно, вы подумаете, что у нас такой конфетно-букетный период. Но я так хочу сказать. Лариса меня понимает вообще просто. Я вам так скажу. Я могу даже какие-то вещи не проговаривать. Она все это понимает. Ну, это, блядь, я не знаю, как это описать. Короче, она меня чувствует, понимаете, она знает, что мне нужно. И она это делает. Но это никак не противоречит ее жизни. Да? Да. Потому что ты осознанная малыш. У меня даже 8. Да. Потому что ты двигаешься по жизни правильно, а я двигаюсь по жизни правильно. Порядочно. Порядочно. В первую очередь мы порядочно. Если бы ты двигалась непорядочно, я бы в тобой не была. Почему я с тобой делать? Вы годом-друга разглядывали, почему-то назад раз. Я полтора алю разглядывала. Я вообще, я вам так скажу. Давай я расскажу им правду, хорошо? Как знаешь? Смотрите, мы были на одной вечеринке вместе. На вечеринке в Калианной. Сейчас выключится телефон на самом интересном моменте по-любому. Короче, она приезжает туда, а я там с девочкой была. Которая мы типа с ней встречались. И она говорит, я с тобой буду тут сидеть. Я говорю, да да, без боя вообще. Она приехала такая, носила ебать. Я приехала в толстовке, вообще никакая. Короче, и вот так она села со мной. И мы типа весь вечер разговариваем. Ну разговариваем на разные темы, шутим. Что-то прям очень легко мне с ней. Знаешь, ну типа очень приятно. Танцуем вместе, снимаем что-то там. Общаемся, разговариваем, фоткаемся. Потом она выходит на улицу без кофты, просто в топике вроде. Я говорю, ты чё, ты замерзнешь. Типа выношу ей джинсовку. Она такая, как леди. Типа спасибо там. Ну заулыбалась. Я думаю, херопа. Ладно, думаю, ну типа может мне кажется. Потом мы стоим что-то с ней вот так. И я ей что-то говорю. Она мне говорит, ну вот так близко. Я говорю, типа да, я тоже это чувствую. Говорю, да. Она на мисоке говорит, я не об этом. Я вот так. А я типа хочу её поцеловать. А она говорит, я не об этом. Я такая, а извини. И такая сразу типа на мороз падаю. Типа ну ладно, не об этом, не об этом. Потом мы вместе едем в отель втроём. Я, моя типа девушка и Лариса. Поводим время вместе. Потом на следующий день. Я думаю, бля, как её вытянуть вообще куда-то погулять. Типа что-то надо делать. Мы пошли на стендап. И я пишу, о, у нас сегодня стендап. Типа летс го с нами. Она такая, бля, у меня татуировка. Я думаю, сука. И потом она пишет уже стендап заканчивается. Она говорит, типа, а у меня вот татуировка закончилась. Можем словиться, типа. Я думаю, ес, типа мы можем словиться. Всё, она приезжает туда. Мы едем ко мне домой смотреть сердца за Ивлееву. И мы выходим из метро. И я думаю, бля, вот когда, если не сейчас, я её поцелую. И я её поцеловала, и всё. С самого момента. Но мы даже тогда, типа, не понимали, что между нами будет. Нам нравилось целоваться. Вот. Но тогда у нас у обеих было вообще не закончено ничего нигде. Ну, давай не будем. Ладно. Ну, почему, если они удаляют видео, то есть парни. Блин, честно, откровенно скажу. Я тоже у Ани спросила. Я удалила фотку с... Одну фотку я удалила из прошлых отношений. Но это не я её просила. Она сама поцеловала. Но с Женей... Блин, у меня просто к Жене не было чувств особых, типа. Мы встречались с Женей. Мне просто нравилось его отношение ко мне. И мы с ним классно общаемся как друзья. И... Ну, между нами с ними ничего вообще нет. Никаких недоговорок, недопониманий, ещё чего-то. Вот. Поэтому мне очень нравится это видео. С этого так посмотрела. Расскажи, как с твоей стороны это было. Да, мне тоже интересно. Что? Ну, типа, вот, я рассказал, как со своей... Я себе точно так же рассказывала в эфире. Все ту же самую историю. Не, ну, с твоей стороны как ты чувствовала? Я просто в тот момент... Был момент. Мне нравилась Аня. Сколько? Ну, полтора года. Вот. Я вообще этого не видела, ребята. Она один раз это проявила. А я тогда вообще, типа... Ну, короче, другую степь смотрела. И я ей говорю, бля, Лариса, я не готова, там, типа, туда-сюда. Все, мы забыли закопать. Все это время остальное, сколько раз я с ней где-то двигалась, вообще не ощущала к себе никакой симпатии. А я каждый раз с ней находилась рядом. Я понимала, что у нас ничего не будет. И я максимально всегда старалась в сторону отойти. Я вроде смотрела, я в один раз попыталась к ней подкатить каким-то образом. И я начала с ней так вот прям флиртовать все время. Я смотрела... Ну, мне казалось, походу, что я абсолютно по-другому... Так. 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 Продолжение следует...